Приложение устанавливается на два или более смартфонов, и на всех гаджетах необходимо войти в один и тот же аккаунт. Далее на смартфонах, которые выступают в роли камеры, выбираем пункт «Камера», на смартфоне, с которого «Наблюдаете», нажимаем кнопку «Монитор». Для начала трансляции видеопотока на смартфоне «Камера» необходимо нажать большую красную кнопку. Все, запись пошла. Настроить камеру можно удаленно со своего смартфона. Настроек множество. Есть и выбор камеры, звука, разрешения. Остановимся на настройках детектора движения. Помимо настроек его чувствительности, можно настроить зоны детектирования, что очень удобно. В режиме онлайн-просмотра доступно видео со звуком, двусторонней аудиосвязь отсутствует. Также нет возможности сделать скриншот и записать видео. Из этого режима возможно просмотреть тревожные события. Вот их-то и можно скачать на смартфон и поделиться ими с друзьями. Сервис доступен и через веб-браузер. Интересная особенность. В облако пишется весь видеопоток полностью, а тревожные события записываются в отдельную папку «Event». Также видеозапись сопровождается графиком активности в кадре. Через веб-браузер можно осуществить ряд настроек камеры, но далеко не все. Теперь о грустном. Бесплатно доступно всего 4 часа записи в облако. Что, согласитесь, очень мало. Если действительно пользоваться данной программой, придется заплатить за 7 дней архива 379 рублей. Приобрести место в облаке можно, используя ваш Apple ID. Также стоит отметить, что сервис доступен только для iOS-устройств. Есть возможность настройки записи по расписанию и множество других полезных служб. Но они устанавливаются отдельно, через сторонний сервис. В целом, сервис удобный и работает стабильно. Спасибо за внимание. Ставьте большой палец вверх этому видео и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!